Всем огромный привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Уже потихонечку привыкаю к тому, что я, наконец-таки, спустя практически полгода, говорю на камеру и снимаю видео на YouTube. В прошлом видео, в первой части, мы обсудили с вами мою трансформацию, мой самый депрессивный период в жизни, который я скрывала просто, ну, от всех. Пыталась как-то заглушить, запить, заесть, вот, и не обсуждала практически ни с кем, собственно, именно поэтому у вас накопилось огромное количество вопросов, на которые, я уверена, вы получили ответ после просмотра первой части. Если вы не смотрели первую часть, советую вам посмотреть, потому что там такой фундамент, в котором я объяснила, из-за чего у меня была депрессия, почему я набирала в весе, как я пришла к тому, что мне нужно что-то менять в себе, а именно похудеть, найти новое окружение, все, что угодно, чтобы моя жизнь стала лучше. Поэтому смотрим первую часть и переходим смотреть эту вторую, потому что именно в ней сегодня я сделаю, наверное, сначала какое-то разоблачение на себя, потому что не слишком много фотографий каких-то вы видели, наверное, с моего депрессивного периода, а я хочу, чтобы вы прям прочувствовали полностью вместе со мной, что я переживала, именно поэтому в отдельную папочку я сложила фотографии, с которыми у меня есть неприятные воспоминания, но которые несут в себе и за собой какие-то уроки. Мы с вами их сегодня посмотрим, там я и в максимальном весе, и с РПП, и все, что угодно. Короче, это просто вот такое вот разоблачение, потому что я уже, если честно, заебалась иногда закрывать свои какие-то вот мысли, быть ненастоящей, да, я просто пришла к тому, что чем больше мы показываем себя такими, какие мы есть, тем лучше наша жизнь становится. И не нужно прикрывать все, потому что, блин, тогда все испортится, и вы сами не будете понимать, чего вы хотите. Итак, посмотрим фотографии и обсудим с вами темы. Пять тем, которые я сегодня подниму, и я считаю, что они будут самые важные сегодня в ролике, и как раз-таки расскажут побольше о моей жизни и о том, что было раньше. Первая тема, за которую спрашивали просто все, это моя личная жизнь, взаимоотношения с мужчинами, как на меня смотрели мужчины, когда я была, допустим, неуверенная в себе, да, когда пыталась закрыть все свое моральное, душевное, отвратительное состояние, куча косметики, одежды. Сравним, собственно, со взаимоотношениями моими с мужчинами сейчас, поймем, что как к чему. Также поднимем тему Таро, потому что Таро я продолжаю заниматься, и это как раз-таки то самое начинание, которое я не заброшу, и я в этом уверена. У меня в последний раз такая уверенность была, когда я начинала Ютуб вести. Вот прям такая сильная, знаете, и вот, собственно, я сейчас уже спустя практически 10 лет сижу, и вот так же напротив камеры рассказываю и делюсь с вами чем-то. Поэтому поднимем тему Таро обязательно. Естественно, тело, здоровое отношение к себе, как я пришла к здоровому отношению к себе, как я перестала пихать в себя по 10 пицц, а потом их выблевывать в туалете, да. Также смена окружения, это следующая тема, которую мы с вами поднимем. Поговорим про то, какое окружение у меня было в самый сложный этап моей жизни, и какое окружение у меня сейчас перед трансформацией и моих изменений. Ну и, естественно, последняя тема, это спорт. Вот. Поговорим с вами на тему спорта, потому что сейчас спорт – это неотъемлемая часть моей жизни, и я понимаю, что я должна вас в это просветить, рассказать вообще, как я к этому пришла, потому что у меня вообще не было никакой практически физической нагрузки. Поэтому что? Записаемся печеньками, вкусным чаем, любуемся на спящую Монику и, собственно, слушаем мои рассказы. Наконец-то Аракелян вернулась. Вернулась с огромным количеством рассказов, с дозой интересных историй про себя, про жизнь и, в целом, желаю вам приятного просмотра. Не буду медлить, мы можем начинать. Поехали. И, собственно, буду листать с вами фотографии, обсуждать их с вами, потому что в последнее время я чувствую людей и, в целом, всех, с кем я общаюсь, на энергетическом уровне. И очень хочу, чтобы вы сейчас обратили внимание на мои глаза, на мое состояние, да, на фотографиях. И не просто увидели это как, ну, блядь, фотография со сложного периода, а попытались еще ее и прочувствовать. Потому что через эти фотографии, по моему мнению, можно извлечь очень много уроков для себя. Итак, смотрим. Первая фотография – это тот самый момент, когда я перестала принимать тот факт, что мои отношения, они действительно доставляют мне удовольствие, ну, вот в которых я тогда состояла, да, те самые абьюзивные, которые мы с вами обсуждали. И вот тут я просто летела к человеку в слезах, в истерике, понимая, что у меня вообще полный пиздец, я не понимаю, чего я хочу, куда я лечу, зачем я лечу, какие-то качели, то подъем настроения, то спадок, то общаемся, то не общаемся. Короче, вот такой вот месяц был дикий для меня. И в тот момент у меня как раз начинался вот этот вот этап, о котором я говорила, когда я поняла, что у меня все уже расстройство пищевого поведения. Смотрим на мои глаза, на эту боль. Мне было тогда действительно очень тяжело на этой фотографии. Это, наверное, вот первая моя паническая атака. И это было в самолете еще, я тут в самолете на этой фотографии. Не очень такая приятная фоточка, но смотрев на нее, я понимаю, что если бы не тот этап, я бы не смогла сейчас даже вот так вот сидеть и говорить с вами о таких вот вещах, которые я приняла для себя. Сделала выводы какие-то. Пишите в комментариях, в чем вы находите сходство, обязательно буду вам отвечать. Следующая фотография, это моя первая татуировка. Первая большая татуировка, которую я набила. Я решила ее показать вам, показать именно эту фотографию, потому что тут я уже начала немножечко поправляться. Тут я еще в таком худеньком весе, но уже отекшее, как вы можете посмотреть. Тут у меня уже были прям сильные ссоры с молодым человеком. И мне почему-то хотелось через боль, что ли, вымещать все то, что я чувствовала. Вот в этих розочках, просто хочу, чтобы вы знали об этом, самая настоящая боль, потому что именно в этот момент, 10 июля 2021 года в 12 часов дня, я решилась набить первую татуировку и поняла, что мне становится легче после того, как я бью эти татуировки. Я выхожу после сеанса, я понимаю, что мне становится легче. И меня затянуло настолько, что я потихонечку начала как-то себе вот бить на одной руке, потом на другой. Это вообще самый депрессивный этап, да? Про татуировочки поговорили, и эта фотка у вас имеется. То есть вы теперь знаете историю вот этой татуировки, и когда она была набита. Первая и большая самая татуировка в моей жизни. Вот такой вот видос имеется. У меня с ним тоже очень такие вот серьезные воспоминания, потому что тут я первый раз пошла к психологу, тут я уже еще сильнее поправилась, начала носить прикрывающие вещи. Видите, кофточка серенькая, топик такой, штаны, которые прикрывают еще практически колено. То есть я уже сомневалась в том, что у меня ляжки худые, что у меня талия худая. Короче, я же говорю, повернутая была на вот этой вот всей теме с похудением. И ходила к психологу, который вообще никакой пользы мне не давал, вот если честно. То есть все, что я делала, это просто высказывала, понимала, считывала по энергии человека, что я абсолютно пухой, она хочет просто заработать деньги, да? Короче, никаких советов, ничего путевого от психологов я не нашла. Многие мои друзья реально советовали, сходи к психологу, есть путевые, согласна. Но я не дошла до такого. А тут был этап, когда я просто ходила по психологам практически каждый день и не видела в этом никакого плюса и уже набирала вес стремительно. Вот такая вот фотография. Тут уже когда я тоже поправлялась с этой одной татуировочкой с розочками, стою напротив лифта. У меня большой живот, как будто бы я реально беременна. Но это просто уже из-за того, что... Мне просто даже хотелось подойти, знаете, принципиально сфотографироваться, чтобы показать себя в каком-то не особо крутом виде, чтобы потом пересматривать и заряжать себе типа мотивацией, а-ля, что я уже не такая идеальная. И тут я сфоткалась напротив лифта, когда начала поправляться. Вот такой вот у меня живот был после приема пищи. Что живот был как у беременной. То есть тоже для сравнения. Фотография в тату-салоне. Чтобы вы понимали, в каких состояниях я иногда била татуировки. Тут по взгляду понятно, что в жизни человека явно что-то идет не по плану. Явно я чем-то недовольна, но я блокировала все эти моменты. Но почему-то в фотопленке иногда показывала себя настоящую. То грустную сфоткаю, то где-то заплачу. И именно поэтому покопавшись решила показать это вам. То есть это вот, да, мой этап с татуировками. Видите, на руках еще ничего нет. Но вот такое вот состояние. С таким состоянием я приходила бить тату. Видимо, в этом находила какой-то выход. А вот в таких состояниях я жила. Это, смотрите, я просто сплю в кальянной, потому что у меня по режиму был просто самый настоящий пи***. Мне организм изнутри кричал. Карин, ты, ну, живешь неправильно. Я везде спала. Я спала в такси. Я спала везде. Меня вырубало даже. Мне как будто не хотелось находиться в реальности. Даже моему организму не хотелось находиться в реальности. И я просто вот везде спала. Вот так вот это выглядело. Дальше пошло обучение Таро. Собственно, в моем тяжелом этапе. Тут я просто сидела одна дома с этой фоткой, связанные воспоминания, когда я ушла с головой в обучение Таро. Еще об этом с вами поговорим. Тут я просто записывала все в тетрадки. Погружалась в это настолько, что забывала обо всем вокруг. То есть я как будто не хотела находиться в реальности даже до такой степени, что находила интересы, которые меня убирали от реальности настолько, что я сидела, изучала карты, не думая вообще ни о чем. Это вот такие вот у меня были растяжки. Я готова показать вам их. Собственно, теперь уже не боявшись ничего, приняв свое тело, могу показать, что вот такое вот состояние у меня было. Вот эта фотография с конфетками. Это у меня тоже расстройство пищевого поведения было. Как я пачками конфет сжирала, могла еще напоследок сфотографировать, чтобы еще сильнее чувство вины, так сказать, внутри себя закрепить. Это я переехала в другую квартиру, где мне пришлось столкнуться с депрессивным своим состоянием в одиночестве, да. Тут я просто замороженные пельмени в руке сфотографировала, и мне показалось, что они на сердечко похожи очень круто, да, отекшие, очень круто. Дальше, следующая фотография, просто смотрю на это и охуеваю, ребят. Следующая фотка, да, я знала, что я когда-то вам ее покажу. Тут без лишних слов, отчасти просто как выглядела моя фигура, когда я сидела на диване, допустим, да. То есть, ну, на что я смотрела? Покрасневшие пятнами бедра, да, кладками сложенный живот, отвратительная депрессия. И еще я смотрю, там впереди какой-то человек был перед, видимо, Арина, перед которой я это все фоткала, и обсуждала, что, видимо, я такой буду всегда. Очень круто. Вот этот момент я просто вам покажу. Это видео я хочу, чтобы вы посмотрели отдельно, потому что если я его сейчас включу, у меня пропадет настроение дальше рассказывать. Поэтому смотрим. И я выложу это только тогда, когда справлюсь со всеми своими проблемами. И когда у меня все будет хорошо. Да, вот в таком состоянии я сидела дома и не понимала вообще, куда мне выйти. Куда? Вообще, может, в окно, серьезно. Ну, типа, состояние было отвратительное настолько, что я не знала, куда себя деть. Мне было очень тяжело. А тут я начала бить второй рукав. Смотрите, уже поправилась посильнее. Уже у меня левая рука полностью вся в татуировках. И я за раз решила херануть себе просто контуром вот этот вот рукав. И даже я его себе особо не выбирала. Мне просто нравился японский стиль. Я сказала своему мастеру сделать что-нибудь, а? И все, он мне сделал вот такую вот херню, которую мне сейчас приходится исправлять у другого мастера. Так как я, естественно, все это делала в нетрезвом состоянии, под алкоголем. Я пила просто, сидела вино. Как бы татуировки же неплохо заживают, если совмещать все с алкоголем. Поэтому тоже неприятные воспоминания. Дальше. Тут я уже начала похудение. Не только о говне сегодня с вами будем говорить. Но фотография должна была вам показать. Тут, смотрите, меня весы поздравили с тем, что я уже весила 70 килограмм. Это у нас уже 29 июня. Вот. То есть, когда я уже начала потихонечку сбрасывать, по-моему, тогда у меня уже 4 килограмма слетело. И вот меня поздравили весы. Появилась мотивация, видимо, судя по фотографиям. Да. И смотрите. С 16 мая по 29 июня прошло 44 дня. Ваш вес уменьшился на полтора килограмма. И, наконец-то, достиг стандартного диапазона. Круто! Я тогда посчитала, что это вообще мем. Очень смешно для меня. Я, помните, вам рассказывала в первой части, что дело даже не от веса зависело, а от того, что как я себя чувствовала. Когда меня уже начали все поздравлять, когда я уже начала как-то работать над собой, исправлять себя, да, и я начала уже даже в платьишках себя снимать. Смотрите на вот это вот видео. Тут я вешу 70 килограмм, но уже чувствую себя уверенно, круто, улыбаюсь и показываю себя. То есть, я вообще не закрывалась как-то в плане фигуры. Я больше чувствовала то, что я не уверена в себе. И мне не дает это какого-то движения вперед. Последние две фотографии, которые я вам покажу. Итак, пожалуй, вот это вот первое. Это когда я уже начала худеть. Просто сфотографировала свои эмоции. То, что я начала замечать, что моя жизнь как-то в лучшую сторону меняется. И я этого давно не ощущала на себе. Каких-то крутых изменений. И я просто тут смотрю в сторону. У меня текут слезы с глаз. Заживает кожа, да, от каких-то повреждений, от прыщей, которые у меня до этого были. Какое-то остаточное явление, да, стресс. И я просто смотрю с такой надеждой вдаль. Я в этой фотографии увидела такой смысл. Короче, тут больше я не верила в то, что это происходит со мной. Вот так вот это работало. Ну и напоследок, прежде чем мы начнем разбирать все пять тем, о которых я вам говорила в начале, я покажу вам фотографию в своем самом максимальном весе, самую свою жесткую фотографию, в своем самом отвратительном состоянии. Не чтобы вы просто охуели, ну, как минимум охуели, но еще и к тому же поняли, что все в жизни поправимо, в каком бы состоянии вы ни были. И что очень важно прислушиваться к своему телу и к своему зову внутри. Вот, смотрим. Тут мой вес 75 килограмм. Я знала, что когда-то я покажу эту фотографию и сравню с собой. Вот я сейчас смотрю, ребят, на эту фотографию, я просто понимаю, что все-таки не зря я прошла вот эту трансформацию, не зря у меня был вот этот вот этап в жизни. Мне кажется, что я должна была его пройти для того, чтобы поделиться с вами, для того, чтобы поделиться с окружающими, для того, чтобы наконец-то понять самостоятельно на собственном опыте, как это тяжело. И бывают же люди, которые запускают себе еще хуже, еще сильнее, ударяются вообще в какие-то другие зависимости. Благо, у меня таких ситуаций не было, и слава богу, никому не пожелаю, не посоветую, потому что окружение у меня такое было. Вот, и как раз-таки от этой фотографии можем перебираться к теме со взаимоотношениями с мужчинами. Плавно перебрались. Обсудим тогда уж, как ко мне относились мужчины, как раз-таки, когда я выглядела вот так. Можно даже не убирать эту фотографию. Тогда я прям излучала какую-то неуверенность в себе, потому что чувствовала, что это, ну, не то, кем я могу быть, и это не та Карина, которая может дарить любовь окружающим, не только мужчинам. Да и вообще, тема мужчин для вас очень интересна. Я обратила внимание, потому что все интересовались насчет моей личной жизни, насчет того, что у меня происходит. По этой Карине Аракелян, которую вы видите сейчас, с весом 75 килограмм, честно, ху**о все было. Скажу вам по секрету, потому что мужчины, они не видели во мне вообще никакой женственности. Хоть я и надевала какие-то вещи, да, которые, ну, показывали то, что я девушка, то, что я слежу за собой, то, что я не прям бомжом выходила, да, в клуб как-то не ухаживала за собой, а наоборот, тут я клоню к тому, что зависит больше от внутреннего состояния. Как бы я ни пыталась, как я вам уже говорила в том видео, да, замазать все косметикой, одеждой, прикрыть и на тусовках орать во все горло музыку, показывать всем, как мне весело. А если говорить о мужчинах, ну, все хотели просто какого-то мимолетного счастья. Это я говорю о каких-то удовлетворениях в сексуальных потребностях, возможно, да, то есть хотели использовать в этих планах, не воспринимая меня как девушку абсолютно, то есть им было похуй, что, как, у меня, зачем, почему. Все, что происходило, это только я видела, как мужик пытается хамить, огрызаться, или как интересуется, чисто ради уважения, начинает что-то рассказывать, но я понимаю, что ему вообще насрать, у него мысли вообще совершенно о другом, да. Сексуальные аспекты вот такие, то есть то, что мужчины могли как-то появиться, я им говорила, что, ну, я не такой человек. И они уходили, они пропадали. Пару раз я велась, было и такое. То есть когда мужчина показывал себя, ну, чуть получше тех у**ов, которые в клубе стояли, показывали себя неуважающе, я думала, что, возможно, это что-то новое. Тогда мне не хотелось даже взаимодействовать с мужчинами, потому что у меня был депрессивный период, я же тогда только вышла из отношений, но при этом у меня было огромное желание быть нужной. Я пыталась это почувствовать, потому что мне даже в отношениях этого не давали. И общавшись с мужчинами, закрывая себя настоящую, да, какие-то свои истинные эмоции, у меня все равно не получалось находить коннект. То есть мужики, они все равно видели, то, что девушка, она, ну, запустила себя. Это видно по любым движениям. Просто не могла даже в глаза смотреть, настолько была неуверенная в себе. Женская энергия, она очень чувствуется. То есть как бы вы ни пытались все прикрыть, да, свое вот это вот плохое состояние, показать из себя ебать фифу такую крутую девчонку, все равно мужик, он улавливает на энергетическом уровне, какая девушка действительно она себя любит, или она себя не любит, уважает она себя, не уважает. И тогда, когда я была в хуйном состоянии, ко мне подходили те мужчины, которые сами себя не ценили. Вот такой вот у меня вывод по поводу мужчин. И, собственно, сейчас хочу сравнить с состоянием, которое у меня сейчас. Ну, это вообще небо и земля, если честно, ребят, потому что тогда я вообще могла ждать неделями сообщений хотя бы от кого-то. Буквально о встрече, без каких-то романтических намеков. А сейчас я понимаю, что мне приходится даже уведомления на телефоне отключать. И это не из-за того, что мне появились новые какие-то, да, люди. А прикол в том, что даже с моими изменениями начали появляться старые, которые не обращали внимания от слова совсем, да, на меня показали полностью какое-то неуважение, использовали, возможно, а сейчас, Кариночка, давай встретимся, какая ты классная, какая ты интересная. Точно так же с мужчинами я начала обращать внимание, что вот, допустим, в блогерской тусовке, да, были парни, которые, ну, вообще на меня не смотрели, я на них не обращала внимания. То есть, ну, как стекло, как сквозь стену. Но я их знала, знала об их существовании. И, собственно, недавно, да, вот я же, ну, продолжаю ходить на какие-то мероприятия, тусовки. Я начала обращать внимание, как ко мне все потянулись серьезно. Я говорю именно больше, мы же сейчас про мужчин говорим, именно о мужской стороне, именно в общении. Не только, да, вот как я говорила, за сексуальные какие-то аспекты, за развитие взаимоотношений, а просто потому что, ну, вот от меня веет сейчас женской энергией. И я начала изучать это. И мы сейчас как раз-таки плавно перейдем с вами к следующей теме. Про мужчин, думаю, так все понятно. То, что сейчас я получаю огромное количество внимания. Огромное количество внимания. То есть, ну, тут прям очень много всяких предложений о встрече. Я вижу коннект, я его чувствую. Я могу удерживать взгляд на мужчине. Я могу нормально взаимодействовать с мужчиной. Это не так, как раньше. Тогда я вообще даже двух слов связать не могла. Причем я считала себя суперуверенной. То есть, это как-то больше сам организм выдает. Я заметила, что у меня привычки новые начали появляться. Я начала по-другому себя как-то вести, и люди начали замечать за мной изменения из-за этого. Ко мне тянутся. Понимаете? И поэтому я сейчас начала и отдавать, и получать. А не забирать и тратить энергию, как это было раньше. Переходим к следующему. Это у нас тема Таро. Далее я хочу поговорить с вами про тему Таро. Как раз-таки та самая тема, которая многих интересует, так как я уже открыто могу назвать себя мастером Таро. Из-за того, что я прошла очень много обучений, из-за того, что я умею считывать карты, из-за того, что я углубилась настолько в магию и эзотерику, что я ведьмочка, походу, какая-то. То есть за эти полгода произошло что-то такое невероятное, какой-то коннект со вселенной, что ли. Я раскрыла себя вообще по-другому, что поняла, что я буду продолжать заниматься Таро. И помните, я вам говорила в предыдущем видео, что как раз-таки и в этом меня не поддерживали. У меня так было и с Ютубом, и с весом, и со всем. Но я понимала, что я выйду. И я вышла из каждой ситуации победителем. То есть, смотрите, с Таро я просто, ну, я начала излучать то, что я чувствовала. Помните мои начинания, когда я в ТикТок выкладывала видосы? Что мне нужно для практики поделать расклады? Помните, как меня обсуждали, что нахер она в это лезет? Помните, как мне говорили, что это вообще стыдоба какая-то? Как она вообще колоду в руках держит? Точно так же у меня было и с Ютубом, где меня застирали за какие-то мои начинания. Но я-то знаю, что если я начинаю чем-то интересоваться, то я доведу дело до конца. Потому что, ну, что-то такое, чтобы меня прям так сильно затянуло, у меня это не каждый день происходит. У меня только с Ютубом было так. С какими-то такими минимальными увлечениями, типа спорта, да, реализации и таро. Таро – это то, чем я буду дальше заниматься, ребят. То есть, ну, мне действительно очень интересна эта тема. Я прошла очень много обучений, после которых я ловлю коннект с картами бешеный. Серьезно. То есть у меня появились друзья, которые могут взять у меня расклады, которые прям покупают, приходят ко мне как клиенты, а я им записываю расклады. Я вытягиваю себе карты дня, которые постоянно проигрываются. Я делаю расклады друзьям. Я делаю расклады себе на какую-то ситуацию, да, то есть, чтобы достовериться, проверить, на перспективу, на что-то. Все проигрывается, все сбывается. Я начала заниматься таро, и как-то само ко мне пришло вот это вот название, как мне говорят, «Аракелян-Ведьмочка», «Аракелян-Гадалка», «Аракелян-Мистическая Дива», что еще. Ну, то есть, очень много вот таких вот моментов, которые сами ко мне приходят, и я уже понимаю, что, нифига себе, меня аудитория так начала называть. Все чаще ко мне люди по этим вопросам обращаются. Значит, нужно продолжать, и меня влечет к этому. Именно поэтому я буду продолжать, и хочется, чтобы вы побольше следили за мной. Следующая тема, которую я хочу с вами обсудить, это тело и здоровые отношения к себе. Мне кажется, это как раз-таки тот вопрос, который всех достаточно сильно интересует, потому что я смогла за 4 месяца с 75 килограмм похудеть до 55. И для меня не только важна была цель именно в похудении, а в том, чтобы прийти в свое ресурсное состояние, восстановить свою женскую энергию, да, как бы это ни звучало иногда глупо, потому что тогда, когда я это слушала, все, за женские энергии, за вселенную, я вообще думала, вообще дебилы, что ли, мне такое втирать. А сейчас, когда я как-то углубилась больше в свое сознание, я начала понимать, что нифига себе, оказывается, это все настолько интересно копаться в себе и работать над собой. Я начала больше не ограничивать себя, а слушать свое тело. И это было, знаете, из какой серии? Мне перехотелось даже жрать в таких больших количествах, потому что, как минимум, я перестала пить в таких больших количествах. Помните, я вам говорила, что с алкоголем у меня тоже были такие натяжные отношения, и я не ограничивала себя, как это было раньше. То есть все, обрубала концы, запрещала, и в итоге это доводило до срывов. Я пыталась найти выход из любой ситуации, в окружении, с семьей, по всем фронтам я прошлась, чтобы восстановить полностью все. То есть не мне нужно бросить пить, и тогда я налажу все полностью, а мне нужно понять, какие у меня отношения, допустим, с родителями, какие у меня отношения с самой собой в первую очередь, какие у меня взаимоотношения с едой, с психикой, с состоянием. И только тогда вы поймете, сможете ли вы, допустим, похудеть на 20, за 4 месяца, допустим, как это сделала я, или вам нужно всего лишь 3 килограмма и работать над психоэмоциональным состоянием. То есть тут все зависит от вас. Именно поэтому я никогда не слушала других людей. Я понимала, что я сама приду к тому, к чему я хочу прийти. И вот эти вот аракелян похудей, мне нахер не нужны. Поэтому я начала потихонечку восстанавливаться, да, как-то уделять себе побольше внимания, уделять внимание мелочам. То есть у меня, как минимум, перестал быть беспорядок в квартире, потому что когда срач в энергетическом состоянии, и ты пьешь весь в зависимостях, в окружении пи***ц, то и вокруг пи***ц. Неохота убираться, неохота ничего делать, неохота даже в этой квартире находиться и проводить в ней время. Потому что, как минимум, квартира считается зоной комфорта. А для меня даже тогда не существовала зона комфорта, потому что моя квартира, это был сущий ад, где я даже боялась оставаться одна. Ну и когда я начала замечать за собой такие моменты, что мне становится приятно делать себе приятно, а не заглушать все эти эмоции какие-то негативные, да, наоборот их исправлять, я начала становиться лучше. И если говорить о беспорядке, да, про который я вам говорила, о хаосе вокруг, то это имеет очень важное значение. Потому что все, что вокруг вас, то и внутри вас. И все, что внутри вас, то и вокруг вас. То есть это необратимый процесс, поэтому я хочу вам дать такое небольшое задание. Если вы сейчас сидите, смотрите мое видео, и у вас какой-то беспорядок, да, вокруг, срач, просто приберитесь, расчистите свое пространство, и вы заметите, как ваши мысли стали лучше, чище, и вы сможете как минимум разложить хотя бы часть своих мыслей по полочкам. Именно с этого у меня все началось. С порядка, с уважения, с хорошего отношения к людям, да, к окружающим, без эгоизма, с пониманием. То есть я уже начала не усугублять ситуацию, а делать ее лучше. Правда, не без стресса вначале, конечно, не без всей этой истории. И уже когда вокруг меня был порядок, и все расставлено по почкам, по почкам, по полочкам, я уже тогда смогла как-то взяться за себя, за свою фигуру, и начать думать о спорте. Это как раз-таки следующая тема, к которой мы с вами сейчас плавненько переберемся. Если говорить о спорте, я никогда раньше не могла себя заставить заниматься спортом, если честно. То есть даже когда я первый раз похудела, и потом заново поправилась, вот это вот похудение, да, оно мне давалось точно не без физической нагрузки, потому что я занималась. Но занималась я минут по 15, и все, у меня не было мотивации. То есть пару раз присела, я такая, ну все, на сегодня хватит. Тут же, смотрите, что мне помогло. Я открыла для себя групповые тренировки, начала ходить на групповые занятия. То есть это из серии вначале пробовала с тренером, да, походить в зал, но я понимала, что это все равно что-то не то. И открыла для себя тренировки, когда вы с единомышленниками, ну, просто собираетесь, да, по записи, на занятия, где вы бегаете, делаете силовые упражнения, и там еще тренер, который ведет, допустим, занятия, да, и подталкивает тебя на то, чтобы ты сделал больше каких-то действий. Вот. Точно так же люди, которые там встречаются, которые тоже замотивированы, которые тоже идут меняться, которые тоже приходят что-то поменять в себе, в жизни, да, или наоборот, стать лучше, стать более накаченным, с красивым физическим телом, да, и моральным состоянием в целом. Вот когда я иду в ту атмосферу, куда я хожу сейчас, групповые тренировки, там долбит музыка, там все в неоне, там крутая атмосфера, там единомышленники, там тренера, хочется заниматься. И опять же, речь о том, что вокруг вас, посмотрите, то есть я пару раз ходила на тренировки, попробовала себя и в танцах, во всех направлениях, поняла, что мне нравится, где мне комфортно. И вот уже пять месяцев я хожу в одно и то же место. Я хожу на групповые тренировки в Москва-Сити и занимаюсь там. Бегаю, тренируюсь, отжимаюсь, знакомлюсь с людьми. И дошло уже до того, что я изменилась и излучаю свою мотивацию настолько вам, что те, которые следят за мной в инстаграме, я так говорю, про вас, ребят, про свою любимую аудиторию, некоторые мне пишут, типа, Карина, я благодаря тебе начала ходить в зал, я благодаря тебе начала заниматься. Прямо жизнь преподносит какие-то уроки, что я иду в правильном направлении. Точно так же, если перебраться к следующей теме, уже не говорить про спорт, потому что и так понятно, что тут главное найти нужное направление спортивное, которое вам нужно, и вы просто поймете, что больше доставляет вам эмоции, потому что я могла заниматься дома, не то. Заниматься с тренером, не то. Заниматься с подругой, тоже хуй меня. Могу заниматься на групповых тренировках, вот это идеально. Групповые растяжки, идеально. Сейчас я могу заниматься уже одна, сама, потому что у меня уже есть ресурс и энергия на это. А тогда я не могла себя заставить, ну, ни в чем. Мне было круче вот в таких вот клубных атмосферах двигаться, да, как-то и заменять. Тех людей хочу поговорить, которые на длительной основе со мной находились. То есть, допустим, когда я переехала, уже рассталась с молодым человеком, да, я жила в новой квартире, у меня было вот это вот состояние одиночества. Я позвала подружку, которая на тот момент со мной жила. Просто люди использовали, очень сильно использовали. Девчонка, не буду говорить ни имени, ничего, просто удобно. Ну вот, девчонка живет в центре Москвы, да, у нее всегда много еды, ни хера себе, она жрет в больших количествах. Она любит тусить, да, она может высказать свои эмоции как-то, чем-то поделиться. Короче, просто во мне искали какую-то выгоду в тот момент, потому что я себя, видимо, так показывала, от этого все зависит, как ты себя преподносишь перед людьми. Ну и, собственно, ребят, я очень надеюсь на то, что я смогла заставить вас, возможно, как-то по-другому посмотреть на свою жизнь, изменить ее, или я вас как-то замотивировала, возможно, потому что, ну, как минимум вы моя семья, и для меня пропасть практически на полгода из Ютуба это что-то реально невероятное. Я должна была поделиться с вами всем этим. И, знаете, честно скажу, до сих пор еще не все высказала, потому что у меня еще есть столько мыслей, столько важных советов и столько информации, которую я уместила в продуктик, в небольшой подарочек, который я для вас готовлю. А готовлю-то вообще пи***ец. Не небольшой, а ебать, какой крутой приз, ребят! Потому что там просто собрана вся моя жизнь, все, что меня поменяло, все, что может поменять и вас и заставить посмотреть на ситуацию по-другому. Я очень хочу, чтобы вы продолжали расти вместе со мной. Я очень хочу, чтобы мы вместе с вами продолжали меняться, и я уверена, что я смогу еще сильнее сблизиться с вами. Именно поэтому переходите обязательно в мой инстаграм, как вы сейчас видите на своих экранах, потому что туда я выкладываю очень много информации, которую вы точно на ютубе не увидите. Ну и, собственно, в инстаграме мы с вами сможем сблизиться еще сильнее, и, возможно, вы узнаете... Невозможно, а точно узнаете в миллион раз больше информации, чем я вам дала даже тут на ютубе, потому что о моей жизни еще есть, что рассказать, и есть то, что сможет изменить взгляды и жизни других людей. Поэтому спасибо вам огромное за просмотр, ребят. Я очень старалась сделать этот видос максимально атмосферным, особенно со спящей Моникой все два часа. Спасибо вам огромное. Всем пока-пока. И переходим. Надеюсь, что скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok